Привет, друзья мои! Сегодня у нас задача для 7-8 классов. Ну и для всех остальных, естественно, но 7-8 класс уже может решить эту задачу. Задача очень красивая, поэтому настоятельно рекомендую поставить лайк, вооружиться ручкой, карандашом и внимательно послушать условия. Оно таково. У нас есть какой-то, судя по всему, четырехугольник, в котором проведена медиана, то есть вот эти вот отрезочки равны. И есть уголочки 50 градусов, 60 градусов, 70 градусов, 80 градусов. А найти нам нужно вот этот вот угол Х, который я выделил красным цветом. Ставьте на паузу, думайте, как можно решить, а мы прямо сейчас с вами эту задачку разберем. Ну, первым делом, что мы с вами видим? Мы с вами видим, что вот эти вот уголочки, они у нас вертикальные. Значит, это уголочек тоже 70 градусов. Я, с вашего позволения, не буду писать градусы, чтобы не загромождать рисунок, но вообще-то надо. Так, этот 70 градусов, значит, на этот уголочек сколько приходится? 30 градусов. Так, 30 градусов. А теперь давайте смотреть на вот этот вот треугольник. Вот этот вот большой. Смотрите. Угол 30 градусов, угол 60 градусов, значит, на третий уголочек остается 90 градусов. И мы с вами получаем прямоугольный треугольник. Это очень здорово. Но мало нам этого. Мы еще видим, что против катета лежит угол в 30 градусов. А значит, этот вот катет равен половине гипотенузы. А значит, эта сторона равна этой и равна этой. Супер. А теперь мы видим тут две равных стороны и угол 60 градусов. И сразу хочется провести еще одну сторону, чтобы получился равносторонний, конечно же, треугольник. Потому что если угол при вершине равнобедренного треугольника равен 60 градусам, то вот эти уголочки тоже равны по 60 градусам. Ну, раз этот 60, этот прямой, значит, вот на этот приходится 30 градусов. Так, ну, собственно, логично. Вот у нас получился равнобедренный треугольник. А что дальше будем делать? А дальше, ну, давайте посчитаем другие уголочки. Например, раз этот 70, значит, этот вот уголочек будет 110 градусов. Так. Если этот 110 градусов, этот 50, то на этот остается, получается, всего лишь 20 градусов. И вроде бы ничего особенного, но на самом деле, если приглядеться, смотрите вот на этот вот оранжевый треугольник. Вот он. Что видим? Что тут угол 50 градусов. И вот этот вот угол тоже 50 градусов. 20 плюс 30, это ведь 50. А значит, вот эти вот стороны у нас равны с вами. Значит, мы получаем равнобедренный треугольник. Но мало нам этого равнобедренного треугольника. Мы с вами получаем еще один равнобедренный треугольник. Ну, собственно, вот он один у нас остался. Вот он. Так. Вот эти вот стороны у него ведь тоже равны. Значит, ищем вот этот вот уголочек. Вот этот. 80 плюс 60. 140. Значит, на этот остается 40 градусов. Это угол при вершине равнобедренного треугольника. Значит, на вот этот вот уголочек и вот этот вот большой сколько приходится? 180 градусов минус 40 градусов делим пополам. Получаем 70 градусов. 70 этот и 70 вот этот вот. А угол Х, вот выделю его зелененьким, это лишь часть этого угла. Значит, нам нужно как его отыскать? 70 градусов минус вот эти вот 30 градусов. И мы получаем с вами 40 градусов. Это ответ. 40 градусов, друзья, равен наш искомый угол. Вот такая красивая, на мой взгляд, задачка. Потрясающая просто. Если она вам тоже понравилась, то не забывайте ставить лайк, если не поставили в начале. Подписывайтесь на мои каналы в соцсетях. Спасибо за вашу любовь к геометрии. Вы большие молодцы. И пока, друзья, до новых интересных задач.